В этом видео я хочу рассказать вам про внешний фильтр фирмы Акваэль серии Ультрамакс. Это новые фильтры данной компании, которые имеют ряд особенностей, которые отличают их от фильтров других производителей или других моделей. В данной линейке Ультрамакс есть три фильтра. Отличаются они по объему канистры, то есть объему фильтрующего материала, и помпи, то есть прокачки. У нас на обзоре фильтр Ультрамакс 1000. Он имеет прокачку 1000 литров в час, 10 ватт потребляет, шланги 1622. Соответственно, есть модель Ультрамакс 1500, там уже 4 лотка будет, то есть в нашем 3 будет 4, прокачка помпы уже 1500 и потребляет 15 ватт. И самый большой, то есть самый мощный, это Ультрамакс 2000. У него уже 5 лотков и 2000 литров в час помпа. Помпа установлена внутри. И, соответственно, каждый фильтр подходит для фильтрации воды в определенном объеме аквариума. То есть наша модель Ультрамакс 1000 подходит для аквариумов от 100 до 300 литров. Соответственно, Ультрамакс 1500 подходит от 250 до 450 и самый мощный подходит от 400 до 700 литров в час. Но это надо учитывать самое главное, не объем аквариума, а плотность заселения. И размер рыб, соответственно. Давайте посмотрим, как он выглядит и его конструкцию. В комплекте идет инструкция на русском языке с картинками. В общем, фильтр выглядит качественно. Имеет такой упругий, плотный пластик. Снизу резиновые ножки. Главной особенностью этого фильтра является префильтр. То есть в большинстве случаев, когда вы устанавливаете внешний фильтр на свой аквариум, и когда он работает какое-то определенное время, самый первый слой обычно загрязняется. То есть попадают какие-то листочки, палочки или, соответственно, рыбьи отходы. И вот этот самый первый слой, губка обычная или керамика, она засоряется и, соответственно, производительность фильтра падает. Соответственно, приходится чистить весь фильтр. Соответственно, первый фильтрующий материал загрязняется, все остальные остаются чистыми, но приходится чистить. И что сделали фирме Акваэль в данной модели? Они сделали так, что можно вот этот первый префильтр, как бы первую ступень фильтрации, достать и почистить, вообще без проблем даже не доставая этот фильтр из тумбы. И как это выглядит? То есть вот эти четыре большие зажима, это зажимы вот этой префильтра. То есть мы их отсоединяем. И мы видим то, что сам фильтр, вот они, которые держат основные корзины в голову, это вот эти серые. А вот эти черные мы отсоединили, и открылся вот этот отсек. То есть это все стоит у вас в тумбе, вы просто открываете вот эти три крепежа, поднимаете, и вот он префильтр. То есть префильтр представляет себя крупнопористую губку, где будет скапливаться самая крупная грязь. Дальше уже будет вода проходить более-менее чистая и проходить в следующей степени фильтрации. То есть получается вода входит в фильтр и проходит через нижнее отверстие в этот лоток. Соответственно в этом лотке она равномерно распределяется по всей площади и равномерно проходит снизу вверх, вот через вот эту губку. А также примечательно, что здесь установлен вот такой клапан. То есть когда вы будете доставать этот фильтр, ну соответственно перед тем, как его доставать и открывать крышки, обязательно нужно перекрыть краны и выключить, ну сначала выключить фильтр из розетки, потом перекрыть краны и только потом что-то открывать и тут делать. Это нужно учитывать. То есть мы все отсоединили, достали этот лоток, и здесь как бы такой клапан, он не дает воде литься обратно. То есть вы поднимаете его, и вода не проливается из этого отсека. И несете в раковину, быстро промываете вот эту крупнопористую губку, ставите ее обратно и закрываете фильтр. И включаете фильтр, и он начинает работать уже с усиленной мощностью, так как вот эта губка очистилась. Соответственно после этой губки вода идет вот в это отверстие уже в сам фильтр. В общем, такое удобное и оригинальное решение для того, чтобы не так часто чистить фильтр, биофильтрацию, которая там идет дальше, а можно только вот эту крупнопористую механическую фильтрацию почистить и поставить обратно. Это не займет вообще 5 минут. Это очень удобно. Давайте посмотрим, как выглядят краны. Как мы видим, в данный момент вход и выход перекрыты. Это тоже плюс. В комплект входят два шланга 16 мм внутренний диаметр. Соответственно, у всех трех моделей шланги одинаковые. Толстый шланг. Такие краны фильтра с зажимом. Каждый кран подписан. То есть это аут, аут к ауту. Мы углубляем и закрываем. Также вот эти регулировки, это регулировки прокачки. То есть вы можете прикрыть выход или вход, и, соответственно, напор фильтра уменьшится. Но, в принципе, это нежелательно. Лучше, чтобы он всегда был на максимуме открыт. И ин. Ин, ин. Точно такой же крепеж. Когда мы открываем, соответственно, открывается фильтр. Сюда подсоединяем шланги. Аут. Это выход чистой воды. Ин. Это вход грязной воды. Также здесь вот и есть второе оригинальное решение. Это подкачка воды. То есть у большинства фильтров это какая-то кнопка или помпа, которую нужно качать. А здесь сделано немного по-другому. Здесь вот такой есть клапан. То есть вы подключаете все шланги, все трубки, устанавливаете в тумбу. Все как положено. И после этого вы поднимаете вот этот клапан. И он засасывает воду из аквариума. Он действует, грубо говоря, как шприц. То есть иголка это вход в фильтр. А вот это вы оттягиваете. И здесь образуется как бы вакуум, пониженное давление. И он засасывает в воду фильтр. То есть вы подняли, начала вода течь фильтр, заполняет, заполняет, заполняет его полностью. И вы видите, уже из выхода начала течь подниматься вода в шланге выхода воды. И после этого вы вставляете в розетку, и фильтр работает. В общем, никаких проблем с запуском данной модели не должно быть. И засасывает он достаточно сильно. То есть, если даже подставить руку, чувствуется, что я вот уже дальше не могу оттянуть, потому что здесь засосало кожу. В общем, достаточно мощный клапан здесь стоит. Вот такое оригинальное решение. Посмотрим, что там по трубкам. В комплекте идут такие классические для аквариума перегибы. То есть они не уголком, как у некоторых моделей, а вот так полукругом, что не препятствует току воды. Шланги просто надо смочить водой, вот эти трубки, и натянуть шланг. И он натягивается очень плотно, его потом даже очень сложно снять. Никаких зажимов дополнительно здесь не нужны. Так, выход воды у нас получается вот такой уголок. Так, то есть можно сделать просто вот такой выход и направить в нужную сторону, такой классический акваэльевский. Или же можно поставить флейту. То есть флейта состоит вот из таких колен, и вы делаете нужную длину, которая необходима вам. Соответственно, максимальная получается... То есть вот такая максимальная. В принципе, есть вот такие насадки, можно дополнить. Но это, скорее всего, на заборную трубку. То есть можно использовать или выход, или же флейту. Соответственно, вот эти колени вы набираете нужную глубину, с которой будут засасывать. А вот еще одна флейта. То есть получается вот такая длина забора воды. От стекла аквариума это около 40 сантиметров. В принципе, можно поставить его так. Я иногда ставил при установке других моделей. Здесь уже получается где-то 55 до дна. Можно. Ну и максимальная длина флейты. У нас вот такая получается. Где-то 37. Соответственно, все это крепится при помощи присосок. Дополнительный уголок может быть понадобится. И дополнительные вот такие переходнички. Давайте посмотрим, какой установлен наполнитель. Для вскрытия фильтра мы открываем и вот эти, которые держат пре-фильтр. И, соответственно, вот эти серые, которые держат уже основной фильтр. В общем, вот такая голова фильтра. Здесь-то тут специальный насос, наверное. Здесь установлен ротор. То есть, несете ванну, открываете крышку и здесь установлен наполнитель. То есть, вода попадает через центр после пре-фильтра до самого низа и снизу. Вверх течет вот до этого синего и выходит обратно из аут. В данной модели установлено три лотка. Сами по себе лотки точно такие же, как в модели Макси Каня. Видеообзор, который вы могли видеть на нашем канале чуть ранее. То есть, точно такие же. И, соответственно, я уже замерял. Получается, объем от конкретно фильтрующего материала, конкретно в одном лотке, 1,8 литра. То есть, здесь получается 3 по 1,8 литра. Насчет самого наполнителя и последовательности. Я читал отзывы, то, что предыдущий фильтр, когда я смотрел, то, что кто-то там писал, что в аквариже сумасшедший. И установили сначала синтепон, потом керамику, потом губку, как я вот сейчас достал. Соответственно, нужно устанавливать так, как вы считаете, как вам больше нравится, и использовать наполнитель любой. Но для новичков, которые как бы не знают, какой должен быть наполнитель, в инструкции есть описание, в какой последовательности должна быть расположен наполнитель. То есть, вы достаете, промываете весь наполнитель, достаете из пакетиков, промываете его и устанавливаете обратно. То есть, это надо все высыпать. И как рекомендует производитель. То есть, вот здесь написано то, что затем поместите фильтрующие корзины с наполнителем внутрь фильтра в следующем порядке. То есть, первое в нашем случае это синяя губка. Второе идет керамический наполнитель. И остальные, соответственно, в нашем случае это синтепон. То есть, получается, сначала идет префильтр, то есть, отсекает весь крупный мусор. Потом идет такая средне-крупно-пористая губка. Потом биокерамика. И потом синтепон, это самая мелкая последовательность. Соответственно, это логично и обеспечит самую оптимальную фильтрацию в данном фильтре. И в вашем аквариуме, соответственно. Я соглашусь с такой последовательностью. Наполнительность здесь много. И его не нужно никакой докупать отдельно. И сам по себе наполнитель, то есть, объем лотков здесь большой. То есть, вы видите, что такие здоровые губки, здоровые лотки. И их вполне хватает для хорошей и механической, и биологической фильтрации. Соответственно, вы видели то, что последовательность, когда я доставал, была другая. Не как я сейчас прочитал. То есть, там же также написано, что на заводе могут вот эти три корзины устанавливать в разной последовательности. И нужно устанавливать строго инструкции. Соответственно, как у нас получается? Сначала крупно-пористая губка. Потом биокерамика. Потом синтепон. И это обеспечит самую оптимальную фильтрацию воды в вашем аквариуме. В общем, такой интересный внешний фильтр. Хорошего качества. Адекватной цене. С удобным префильтром. В общем, можно рекомендовать. И также вы их можете посмотреть. Цены на нашем сайте. Ссылка будет под видео. Ссылка будет под видео.